Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажем так Что надо бы как-то заснять сначала Еще купила себе вина разливного родственникам и себе Но я не знаю, мне как-то религия не позволяет Ну да, скажем так, религия не позволяет Политика канала не позволяет показывать вино в видео Ну, так как я не знаю название, то в принципе суть вообще его показывает Ну и еще бутылка этого самого А там две разливных было, белая родственникам красная, которая в чай можно добавлять мне Какое-то слабое и на ХВ называется, не помню название Вот кот пошел на окно И вот еще бутылка в магазине покупала Там же где вот эту пастилу, ну в смысле в той же деревне, только в другом магазине Бутылка, как же ее букет Абхазии Тоже вино, значит, такое абхазское Это я покупала в том же месте, где вот эти вот Это вот как раз у винодельни Там где было вино, у нас была дегустация вина, винодельня И в том же месте, просто как бы на улице был такой лоточек Где можно было что-то купить И вот варенье такое, ну вот это уже как бы постерлось Потому что везлось, оно у меня как-то свозилось Я не знаю уж как получилось, но что-то вот как-то оно Наклеечка почти слезла В Даре Абхазии лепестки роз Но тут не только розы, или даже как они Не в том плане, вот как привычные такие нам розы Я не помню, вроде нет, я его еще не пробовала Вот это уже пробовала Даже чай пила тут Это у нас тоже Даре Абхазии Эвкалипт, лимон, чабрец При простуде и гриппе Как мне сказали, лечебное варенье Они по 200 рублей, вот эти баночки И как я потом узнала То, что я там увидела у нас в пансионате на территории Какое-то дерево вкусное, так пахнущее Пару листиков с него скоммунизило Оказалось, это как раз вот этот аркалипт Который я искала Тут у меня веревочка Ну, обзор вы этот видели отдельно Почему я так не сделала обзор в козе? Потому что у меня, во-первых, закончился чай Нашу проводницу днём с огнём не найдёшь И чаю хотелось Я вспомнила, что у меня есть зелёный чай Который на деле оказался чёрным И мои родственники сказали Что раньше в Абхазке чай Для меня Советского Союза Очень, короче, ценился Он как бы на одну заварку Но по вкусу, по виду Он как ферментированный кипрей Если у меня рука дрожит То что-то переверёте Я думаю, как-нибудь Я тут что-то просто по приезду Как-то конкретно так вымираю Подмираю в очередной раз Сегодня сада приехала И крепкого сладкого чёрного чая С макаронами, с сыром И с маслом козьим Долбанула И отрубилась буквально на полтора часа Причём как бы Ну, надо было быть Белой булочке, сыра и масла Белой булочки у меня не было Я подумала, что макароны Та же булочка практически И вот тут у нас чай Ну, как бы Немножко осталось Я чуть-чуть тебе оставлю И остальное Обещала родственникам Надо попробовать Чай абхазский Зелёный крупнористовой На самом деле Вот как я уже говорила Это чёрный Мелкористовой И там попадаются Чайные цветы Ну, конечно Тут не увидится ничего Вы можете куда-нибудь Его подсыплю потом Как бы Или я его фоткала По-моему И выкладывала Вконтакте Если кому интересно Просто гляньте У меня страница открыта Хотя Во время поездки Я сделала себе что Меня просто заколебали Френдить какие-то Спамные существа И я сделала там себе Нельзя зафрендиться Можно только подписаться В общем, вот он Красиво был упакован Так Отсылка к тому ролику Отдельному Где я там молчу Но Чай показываю Как бы Почему молчу Потому что Поезд ехала Как-то было бы странно Говорить самой собой Да Или там Может люди спят А я тут снимаю Мешаю В общем, вот Чёрный чай И он стоил Кстати 150 рублей Везде Хотя наш гид Нам говорила Что вот в том месте Вы купите Он там будет дорогой В другом месте Где там Мои знакомые Девочки Он будет дешевле Везде Он стоил 150 рублей Я даже специально спрашивала Думаю, что это просто Может быть случайно Ну Перепутали бумажку Так Чё у нас тут У нас тут Вообще Я всяких разных Травок привезла Ну Поштучно Так вот Что-нибудь там Просто вот Увидела Так я увидела Там даже зверобой Взяла немножко веточку Так Хотя зверобой Точно такой же А это вот Лавровый лист Там я читала Что он растёт Вообще Где только Не приколочено И вот реально Он там И отдельное дерево Видела На территории Пансионата Гечи И вообще Рядом С кипарисом Рос чуть ли не С стволом И я привезла Несколько листиков Ну Родственникам Отдала я себе Он немножко Отличается От лаврового листа Который у меня Растёт И как бы По запаху Он как лаврик Но вот Мой близкий Родственник На днях Меня тут Вопрошала Что типа Уверена ли я Что это Действительно Лавра Потому что Он как-то И не пахнет И не выглядит Вот Сейчас у меня Нос забит Слегка Но когда Срывал Он реально Пах Как лаврик Ну Немножко Отличается Я говорю Думаю Думаю какие-то издавать. Если что, если я это смонтирую и выложу раньше, чем запишу, дайте знать камен так, если уж запишу и выложу уже, когда выложу, ну, значит, так случилось, просто могу эти камушки потом как-то АСМР-но обозреть. В общем, камушки я еще не доставала из тех мешочков, куда их положила для перевозки. Ну, вот, вот так вот мне, что я привезла. Так, ну, вроде как бы и все. Еще, конечно, вот в этой бутылочке у меня был сок. Это и бутылочка. Это вот в той винодельне виноградно-гранатовый. Сейчас тут просто вода. Ну, я его в дороге и выпила. Он как бы не доехал бы, не дожил бы просто до сюда. И еще что еще. Были там некоторые какие-то растения. В общем, это, в принципе, я сама не запишу. Они у меня доживут, никуда не укатятся. Никто их не уконтрапупит, вот как там животное. То могу обозреть потом. В общем, вот такие у меня сувениры. Да, вот действительно, совершенно забыла, что надо было бы их хотя бы, ну, как бы бегло обозреть, может, перед тем, как есть и раздавать. Я ведь совсем забыла про эту сумочку. Она сейчас понесла кусок пастилы положить в сумку летнюю, потому что меня позвали завтра в гости на левый берег, друзья. И увидела, думаю, блин, что же это такое? А это мой сувенирчик из кокосовых кокосов. Короче, все вот эти вот бусинки, включая смайлики, они сделаны из кокоса вручную. 300 рублей. Вот такая сумочка мне обошлась. Желочка у нее. И она, там как бы можно положить ключи, кошелек, можно просто монетку какую-то, ну, короче, денежку, ключи и куда-то вот так вылезти до магазина там или еще куда-то. Мелочь какой-нибудь. Вообще, там были и подороже, и побольше. Ну, где-то раза в полтора стоило, уже 500 рублей. Чуть подлиннее или повыше стоило 600. Но что-то вот это вообще одна была. Там мне продавец говорил, что его сестра делает эти сумочки ручной работы из этого кокоса. Это в Гаграх я покупала как раз на экскурсии, которая у нас первая была вечерняя Гагра, перед парком их таким растительным. И одну какую-то он мне. Вот это эксклюзив, типа этого года уже сделана. А вот эта она была вообще одна такая. Я решила, что эксклюзив, хоть и прошлого года, но именно что вот это эксклюзив. Потому что вот одна со смайликами такая была. Я ее купила. В общем, 300 рублей удовольствия. С одной стороны, вообще нахрена козе баян, да? А с другой стороны, ну, память что-то вот. Мне почему-то она очень понравилась. Это как раз в том месте, где я чай покупала. Тот, который вроде как зеленый, но при этом оказался черный. В общем, вот такая сумочка. Замечательная. Так вот сделана. Правда, веревочка довольно длинная. И я ее два раза завязала в итоге. Сейчас вот развязываю, чтобы полностью показать. В общем, вот. Теперь уже точно зритель пока. Но я, в принципе, могу показать. Да, вот тут у меня всякие травы. Это вот алычам. Она валялась на земле. Я ее собрала для коллекции. Это, как мне говорили, грецкий орех. Ну, вот два похожих на одном дереве, которое тоже говорили мне после роликов и в комментах в инстаграме, что грецкий орех. На самом деле, оно, в общем, было яблоками. Не знаю, может быть, это все-таки яблоки, а не грецкие орехи. А вот это маленькая, тогда была еще недозрелая, мушмула. А, у меня где-то зернышки ее есть. Той, которую мне на обед приносила повариха. Вот это зернышки с одной мушмулы. И да, вот эти вот камни, они у меня еще вот в этих. Просто надо было как-то так упаковать, чтобы они не по рюкзаку, о, это рюкзак, не по чемодану валялись. Я тут уже вот расставляю обезьянок, потому что я когда уезжала, все, что может побиться товарищам, я снимала. Ну, и положила вот эти пакетики из-под бумажных платочков. Потом я их разберу. Тут у нас, заодно сейчас узнаем, что тут у нас. Тут у нас, ой, сегодня в саду родственники жаловались, что там хвощ где-то вырос, ну, не в саду, а где-то в другом месте большой. А я говорю, вот, говорю, там в Абхазии очень такой большой, жирный, нажористый хвощ. Я его даже снимала на видеокамеру, ну, вот на эту же. Еще, конечно же, не монтировала, даже на ноут не сливала. Что-то 40 гигов у меня записалось всего общей суммой. Не считать других двух камер. Ну, я как бы, чтобы нормально монтировать и не было лишнего места, не засорялось. Хотя у меня там, ну, где-то сейчас свободно 59 гигабайт на неродном диске. В общем, это вот у нас полевой хвощ. Я немножко так вот, когда гуляла, собрала. Тут у нас... Я, может, там вырежу, может, наложение сделаю как-нибудь. Я там прощаюсь, а тут заново болтологией занимаюсь. Это у нас... То, что вот оно похоже на туя, но на самом деле оно не туя, потому что на нашей-то немножко другие зернышки. Это кипарис. Я потом, может, вблизи его просто сфоткую и уже в группу травника положу. Вот это местные розы. Ну, тут, наверное, что-то еще было. Да, вон там кусочек, то, что в начале ролика говорила, еще с кухни кого-то снимала. Тут зверобой. Пара листиков потемневших. Кстати, несколько листиков, два или три на кухне лежат. Ну, потом уж покажу. Этого самого эвкалипта, который я там нашла. Ну, это как лимонный какой-то эвкалипт. А это магнолия оказалась. И она только еще зацветать будет. Когда мы были в Гаграх, в парке, вот там уже один цветочек беленьким цвел. Это у нас что? А это у нас... Не поверите. Я сама удивилась, а потом уже, когда увидела, ну, по-моему, то ли я в Инстаграм писала, то ли я в фотке просто ВКонтакте каментила. Может быть, на видео снимала. Опять же, это у нас цветок, цветы высохли. Уже не такого цвета, как было, но как высушенные. Короче, этот гранатик у нас. Ой, я живаю. Тут еще последняя тряпочка. В смысле, бумажка, салфеточка. Бумажный этот платочек же. Вот отсюда вам. Тут у нас... Ты кто? Это какой-то елка, не елка. Ну, короче, очень ароматная лиственница. Или похожая на лиственницу, не знаю. Ну, там некоторые деревья такие, вроде как родные, знакомые, но несколько отличаются, и вот хрен знает, что это. Ну, в общем, вот она. Вроде как получается уже все, что могла, показала. Но вот камушки я уже отдельно покажу, наверное, все-таки. В общем, можешь сказать, что это все сувениры. Вот теперь уже точно прощивайте. Ну, там, конечно, я говорила про те... полтора-два-три сувенира алкоголь, но я не буду его показывать, потому что такова моя политика канальная. Политика у канала, короче, как-то так. Вот теперь уже точно. Всем пока. Вот всем вам смайлики.